Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет первых трёх эпизодов остросюжетного сериала 2023 года «Школа. Фронт». Часть старшеклассников школы Сунджин, класса 3-2, играют в футбол, в то время как остальные сидят за партами. Когда уроки заканчиваются, двое школьников, Ким Чи Ёль и Ким Сок Джун, обсуждают многочисленные загадочные инопланетные сферы, которые уже целый год висят в небе над всей планетой. Учёные не могут полноценно изучить сферы, однако они считают, что пришельцы не представляют опасности для людей. Ким Чи Ёль пытается заговорить с лучшим учеником класса Йон Хуном, но тот игнорирует парня и садится в автобус. В то же время солдаты окружают одну из упавших на землю сфер и начинают обстреливать её из стрелкового оружия, а затем из гранатомёта. Лейтенант Ли слышит громкий хлопок, после чего сфера раскрывается и из неё появляются необычные фиолетовые создания. Пак Хэ Джун, классный руководитель класса 3-2, просит ребят прослушать очень важную информацию, после чего включает телевизор, где президент объявляет срочную военную мобилизацию по всей стране, которые привлекают даже старшеклассников. Ученики не могут поверить в услышанное, а госпожа Пак объясняет, что тем, кто согласится параллельно с уроками пройти военную подготовку, предоставит льготы для поступления в университет. Через несколько часов к школе подъезжает армейский грузовик. На следующий день госпожа Пак представляет класс у лейтенанта Ли, который объясняет, что военная подготовка будет проходить для ребят сразу после уроков. Жить на время подготовки школьникам придется в здании школы, а телефонами пользоваться запрещается. Командир назначает старосту Ю Джон за главную, и Чи Йо Лю он поручает фиксировать все важные моменты тренировок. Когда занятия заканчиваются, сержант Вон Бин отводит школьников на площадку для военной подготовки. Ученики получают автоматы, которые станут их постоянными спутниками на несколько ближайших недель. После чего ребята преодолевают не слишком длинную, но довольно изматывающую полосу препятствий. Порядком устав за несколько часов тренировок, ребята возвращаются в здание школы. Вечером хулиган Квон Ильха показывает одноклассникам видео из зоопарка, где солдаты расстреливают хищников. А Сок Джун уверенно заявляет, что так делают перед началом войны, чтобы обезопасить людей от диких животных. Школьники начинают дурачиться, из-за чего Йон Хун хочет выйти на улицу подальше от шума. Но его останавливает появившийся лейтенант Ли. Йон Хун сдает Ильха, который пользуется телефоном, несмотря на запрет. А командир, недолго думая, забирает гаджет у страшеклассника. Когда лейтенант Ли уходит, разъяренный Ильха налетает на Йон Хуна за то, что тот его сдал, и собирается избить ботаника. В этот момент появляется Чи Ёль, который пытается остановить драку, когда внезапно одна из инопланетных сфер с сильным грохотом падает на землю, зацепив при этом угол школы. Тем не менее, школьники продолжают драться. Ильха толкает Йон Хуна к сфере, из которой неожиданно появляется огромный монстр с мощными щупальцами и крепко хватает ими паренька. Ильха и Чи Ёль с ужасом смотрят как чудовище, заживо пожирает их товарища. А появившийся следом лейтенант Ли оттаскивает парней подальше от опасного места, в то время как сфера снова закрывается и принимает свой первоначальный облик. Узнав страшную правду от командира, госпожа Ли плачет и хочет отправить остальных учеников по домам, на что военный заявляет, что у него приказ сохранять произошедшее втайне и продолжать тренировки. Учительница велит Ильха и Чи Ёль умолчать, соврав остальным, что Йон Хуну пришлось срочно отправиться домой. Школьники понимают, что вокруг происходит что-то зловещее и строят самые фантастические догадки насчет этого, а лейтенант Ли с ужасом вспоминает чудовищных монстров из инопланетной сферы, которые убили всех его сослуживцев. Генерал Пак Ян Иль приказывает подчиненным ужесточить военную подготовку старшеклассников, понимая, что вскоре им придется столкнуться лицом к лицу с настоящим противником. Полоса препятствий становится гораздо более серьезной, а патроны вместо учебных заменяют боевыми, хотя далеко не у всех учеников получается точно стрелять в мишень. Ребят готовят как настоящих солдат, обучая навыкам выживания в полевых условиях и оказанию первой помощи пострадавшим товарищам. Школьникам запрещают звонить родственникам, они лишь могут записывать для них короткие видеообращения. Чийоль обращает внимание на сдержанную Лина Ра, которая отлично проявляет себя в стрельбе из автомата. Упавшую рядом со школой сферу замораживают и помещают под толстый металлический купол, чтобы монстры не смогли больше никому причинить вреда. Следующим утром ученики вместе с несколькими военными отправляются в город, улицы которого выглядят на удивление пустыми. Здесь ребята вновь тренируются в стрельбе из автоматов по мишеням, что получается у них с каждым разом всё лучше и лучше. По пути обратно в школу группа слышит странный шум, из-за чего лейтенант Ли приказывает всем остановиться. Двое старшеклассников, недолго думая, незаметно проникают в продуктовые магазины, начинают пожирать с полок всё подряд. Не досчитавшись пары лоботрясов, классный руководитель просит солдата отправиться на их поиски. Когда один из учеников говорит учительнице, что парочка осталась в продуктовом магазине, госпожа Пак вместе со старостой решают вернуться за ними вдвоём. Лейтенант Ли и сержант Вон Бин обнаруживают большое отверстие в земле от упавшей сферы, рядом с которым полно человеческой крови. В это время учительница со старостой заходит в переулок, где с ужасом видит несколько зверски убитых жителей города, тела которых пожирают небольшие инопланетные монстры с острыми зубами и длинными щупальцами. Госпожа Пак кричит школьникам бежать отсюда как можно скорее, а сама при этом пытается отстреливаться от адских созданий. Но те мгновенно атакуют и убивают женщину. Другой монстр отрезает голову солдату, а ученики, видя этот ужас, бегут, куда глаза глядят. У некоторых начинается паника, из-за чего они становятся лёгкой добычей для неземных чудовищ. А Хана запирается в ближайшей машине и трясётся от страха, надеясь, что твари до неё не доберутся. Опытному сержанту Вон Бину удается взять под свою защиту несколько старшеклассников. В то же время двое обжор в магазине замечают необычное существо, которое выглядит довольно безобидным. Ребята решают поиграть с монстриком, который показывает свой хищный нрав и нападает на них. Каким-то чудом парням несколько раз удается избежать атак создания, а затем запереть в холодильнике, где оно вскоре и умирает, не перенеся низкой температуры. Ещё несколько учеников с трудом отбиваются на парковке от другого монстра, пока наконец одному из ребят не удается накрыть его тяжёлым ведром. В конце концов, лейтенанту Ли и сержанту Вон Бину удается спасти большинство старшеклассников и собраться всем вместе на небольшом перекрёстке. Солдаты выдают ребятам боевые патроны и объясняют, что игры закончились, так как опасный враг объявил на людей настоящую охоту. Группа слышит странный шум за углом, но вскоре оказывается, что это всего лишь два потерявшихся старшеклассника. Вернувшись в школу и оставшись без взрослых, ребята начинают паниковать, не желая больше оставаться здесь в неизвестности и стремясь как можно скорее вернуться домой. Появившийся лейтенант Ли пытается успокоить старшеклассников и объяснить им, что школа сейчас это самое безопасное место во всём городе. Однако это не слишком убеждает учеников, которые после ухода военного начинают голосовать за то, чтобы уйти домой или остаться в школе. Все хотят покинуть учебное заведение, кроме Юнсу, который всё ещё надеется поступить в университет благодаря военной подготовке. Это выводит Ильха из себя, и тот в ярости налетает на ботаника. После этого школьники заявляют лейтенанту, что большинство приняли решение уйти отсюда, на что Ли отвечает, что у них больше нет дома, так как всех гражданских давно эвакуировали. Опустошённые ребята идут вечером на очередную тренировку, где командиры заставляют их выкладываться по полной. В то же время военные пробуют разные виды оружия на пойманных тварях. Обычные пули лишь замедляют их, а огонь не причиняет им вреда, и лишь пулями с обеднённым ураном можно уничтожить монстров. Вот только подобных снарядов у армии слишком мало. Старшеклассники никак не желают верить в то, что город полностью опустелый, следующим вечером пытаются сбежать из школы, но их быстро ловят патрулирующую территорию солдаты. Разгневанный лейтенант Ли объявляет ребятам, что отныне сбежавшие будут объявлены дезертирами и расстреляны на месте. Но и этого старшеклассникам оказывается мало. Они подговаривают учеников других классов вместе большой толпой прорываться через немногочисленных военных, из-за чего лейтенанту Ли приходится успокоить разгорячённых ребятишек, выстрелив несколько раз в воздух. Во дворе возникает неразбериха, и в этот самый момент рядом с учениками падает очередная сфера, из которой появляются несколько сотен небольших, но очень злых монстров. Хищные существа без промедления нападают на людей, не оставляя бедолагам никаких шансов на выживание. Генерал Пак Ян-Иль трусливо пытается сбежать, но одна из тварей успевает запрыгнуть следом за ним в машину и расправляется с мужчиной. Во дворе творится настоящий хаос. Ученики не знают, куда им бежать, так как чудовища окружают их со всех сторон, а они, многочисленные выжившие солдаты, не могут оказать пришельцам серьёзного сопротивления. Лейтенант Ли приказывает кричащим от ужаса подросткам двигаться следом за ним в класс, где ребята надевают обмундирование и хватают заряженные стволы. Затем группа школьников во главе с командиром выбегает с другой стороны здания, по пути отстреливаясь от монстров, которых здесь ещё не слишком много. Лейтенант приказывает ученикам запрыгнуть в кузов военного грузовика, но, к сожалению, несколько ребят становятся жертвами злобных тварей. А командиру приходится нажать на газ, чтобы вырваться из окружения пришельцев, пока ещё можно хоть кого-то спасти. Как вам сериал «Школа Фронт»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!